Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, закончили мы с вами недельные главы, две мы читали, это Тазри и Мицара, и перешли сегодня к двум тоже главам, Хареймут и Игдашим. В отводном итоге предыдущего, которое рассказывали о язвах, о всяких там болезнях. Для чего это? Человек сам не видит своих язв. В Мишне трактат недарим, сказано, человек видит все язвы на земле, кроме собственных. Собственно никак, особенно с язвами души. Человек может быть уверен, что у него полный порядок, что он окей, а ситуация будет совсем другая. Поэтому так многое рассказывают. Вообще само появление язвы означает, что человек должен что-то исправить. И обратите внимание, лишь разрастаясь, этот знак превращается в проказ. Так и с нашими качествами. Если есть какой-то недостаток немножко, а мы потихонечку с ним боремся и живем нормально, но если он начинает занимать доминирующее место, вот это уже совсем другое. Сказано у пророка Малахи, не ходи унылым пред Богом. Иногда человек становится чересчур такой, он знаете, мудрый, религиозный, ну он так себя считает. Он перестает улыбаться, он смотрит на все так снисходительно и так все это. На самом деле, несмотря на то, что он думает, что он сильно религиозный, у него все отмирает. Как только человек перестает улыбаться, как ему все больше не нравится, человек потихонечку, потихонечку, к сожалению, является отмирающим. Вместо того, чтобы распространять свет, он начинает воровать энергию. Он становится ходячим вампиром. Не буду говорить плохих слов. Поэтому надо смотреть на мир другими глазами. Сейчас продолжается счет Амера. Он учит нас ценить самое ценное. А что у нас самое ценное? Время. Помните, не думая о секундах свысока. Каждая секунда имеет свою энергетику, написала Каббала. Ничего повторяющегося нет. Если ты что-то не сделал в определенный день, это уже не догонишь. В основном. Например, если ты не съел мацу в пейсах, то на следующий день после пейсаха доедать ее уже бесполезно. Бог создал возможности исправления. Но это уже исправление. Все можно исправить, но, повторяю, исправить. Обратите внимание. Вот в свое время мы читали, как Бог услышал Ишмаэля, когда Агарь вышла с ним в пустыню. И он умирал без воды. В том месте, где он находился. Мы знаем, что Ишмаэль это враг еврейского народа. Что Ишмаэль много проблем создал. Но в тот момент, где он находился, в ту секунду он был нормальный, праведный человек. Он растыкаялся. И так вот надо понять, к чему нам это рассказывается. Мы не должны смотреть на завтрашний день. Мы не должны смотреть на вчерашний день. У нас есть сегодняшний день. Вот надо смотреть, где ты находишься сегодня. Надо исправить все, что мы хотим сегодня. Какие-то вещи сделать, выиграть сегодня. Вчера не было удачным. Сегодня может быть удачным. Написано, что Бог каждый день, каждое мгновение творит мир. Это что это значит? Это значит, что каждый новый день, он вообще новый. Не приложение старого. Не перед новым. А он абсолютно новый. Мы просто не видим это. Мы люди. На самом деле, ну, можно представить, что мы как бы вот такая клетка. Ее заполняют информацией вчерашним днем. И сегодняшний абсолютно новый день запускают. Мы не продолжение вчерашних своих. Мы новые сегодня. Написано сегодня. В Торе написано, сегодня я даю тебе благословение и проклятие. Что значит сегодня? Это значит, что имеется у тебя сегодняшний день, которым тебе надо определить, получился ты за день благословение или проклятие. Если бы вот, смотрите, есть такая вещь, я говорю, если бы вы знали точно, что сегодня последний день, не дай Бог, конечно, в вашей жизни. Какая бы у вас была молитва, какие дела бы вы делали. Как бы вы быстренько... Вот так должен жить человек. Написано, к сожалению, что так должен жить человек. Он должен сам... Вот мы же не знаем, что будет завтра. Написано, сегодня я даю вам благословение. Это большая тайна о том, что каждый день представляет, ну, как бы, вот, абсолютно меняет нашу ситуацию. Мы можем стать абсолютно другие. Жизнь не купишь за деньги. И это, вот, все, что происходит, Бог так устроил этот мир, что это дает нам надежду на то, что то, что было вчера, это вчера, а сегодня это совершенно другое. Одной глава еврейской общины в Америке посещал раба Каневского, и тот сказал ему, что был у него один такой человек, он ходил на молитву, но вечно опаздывал. Он то на 5, то на 10, то на 15 минут. Он много раз к нему подходил и говорил, ну, послушай, ну, нельзя так. Он говорил, а что такое, 10 минут раньше, 10 минут позже. Не страшно. Я вот однажды, говорит, вижу, он начал ходить полностью, я подошел к нему, вовремя приходит человек, он говорит, я получил доказательства того, что такое 10 минут. У меня много фирм. И на одной из них на фабрике начался пожал. Я позвонил в панике диспетчерскую срочно, диспетчер говорит, выезжает пожарный. Проходит 3 минуты, нету, 4 нету. Я звонил, он говорит, слушай, вдруг слышу голос диспетчера, 10 минут раньше, 10 минут позже, какая разница. И услышав такой ответ, я, красная лампочка зажглась. Я понял, что я так отвечал на протяжении многих лет, приходя на молитву. Я увидел, как велико значение 5-10 минут. Я убедился, что за это время можно построить целый мир или разрушить их. Поэтому берегите время. Самое важное, что у нас есть. Давайте сегодняшний день потратим с пользой. Брахава от слаха.